У него был особый дар объединять вокруг себя людей и сегодня здесь сотни человек вновь собрались рядом, чтобы проститься. То, что делалось, Тимур Ильич, дорогой, это глубокие следы на памяти у всех нас. Поэтому словами только утешить сложно, но живым другое не дано. Будем помнить о тех делах, о том следе, который ты оставил в истории республики. Спи спокойно, ты свое дело сделал. А след в истории не только республики, но и в мировой Тимур Акулов оставил глубокий. Его называют неофициальным министром иностранных дел Татарстана. В 1991 году он стал советником президента республики по международным вопросам. Через 4 года его назначают директором департамента внешних связей президента республики. Он с нуля создает структуру, собирает команды успешную и целеустремленную. Первые международные командировки, первые переговоры в его лице, первые иностранные дипломаты узнали Татарстан. Сегодня в зале те, кто работал с ним не один десяток лет. Все его профессиональные и деловые качества, они проистекали из его человеческих качеств. Он был очень обаятелен, искренен в отношениях, дружелюбен. Он был харизматичен. И это особо чувствовалось на тех встречах, особенно в международных встречах, когда встречались с людьми, которые говорят не только на другом с тобой языке, но и которые исповедуют другие моральные ценности. Самые трудные года. Вся эта работа была как научная работа. Никто по этому пути не проходил. Вот вся его квалификация, все его потенциальные возможности, я считаю, полностью реализовались как и руководитель, и как организатор, и как исполнитель. Тимур Акулов был одним из организаторов спецоперации по освобождению советских летчиков из плена в Кандагаре. Вот как сам он вспоминает эти события. Для меня был самый сложный момент, это когда я первый раз приехал в Кандагар, потому что талибы просто не хотели разговаривать. Ну ладно, ребята, тогда начнем так. Вы мусульмане талибы, я мусульманин, знающий арабский язык, давайте будем говорить на языке Корана. И начал говорить по-арабски. Это их остановило. И потом три часа я сидел и говорил по-арабски, я понял, что они не знают арабского языка. Они вызвали своего переводчика, но не переводчика, а министра иностранных дел. И вот через министра иностранных дел, который знал арабский язык лучше, чем они, мы и начали разговаривать. Я считаю, что вот именно этим я завоевал доверие у них какое-то. И потом уже в дальнейшем стало легче с ними общаться. 28 раз побывал у них в гостях. Это логово к этим талибанам ездит. Неизвестно тебя, они самого не оставят ли там, выпустят. Это ведь неизвестно. Его запомнят преданным другом, талантливым руководителем и политиком, и просто искренним человеком. Ваше доверие легко завоевать? Завоевать легко, но оправдать трудно. А кто оказал в жизни на вас наиболее сильное влияние? Мама. Часто приходится надевать смокинг? Чаще, чем хотелось бы. Вы можете себя считать карьеристом? В хорошем смысле. Ну, скажем так, я не люблю быть последним и не люблю быть в середине. У вас есть хобби? Хобби есть, но, к сожалению, нет времени на него. А какое? Я люблю заниматься в огороде. Вы считаете главным украшением женщины что? Женственность. Альбина Слагараева, Ринат Сафин, ТНВ «Казань». Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»